В эфире РБК ОФА. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Число граждан республики, занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства, за 6 лет должно вырасти на 35% или на 145 тысяч человек. Такие данные озвучил первый заместитель председателя регионального госкомитета по предпринимательству и туризму на конференции по мерам поддержки малого бизнеса. На данный момент малый бизнес обеспечивает занятость почти 450 тысяч человек в республике. Таким образом, в ближайшие годы это число должно вырасти до 600 тысяч. Такие целевые показатели заложены в региональную составляющую национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства в стране. Мы активно вместе с федеральным центром разрабатываем региональные проекты по пяти направлениям. Пять проектов, которые вошли в состав федерального проекта – это улучшение условий введения предпринимательской деятельности, это расширение доступа к кредитным ресурсам, это развитие сельхозкой операции, это популяризация предпринимательства и акселерация предпринимательства. Для выполнения стоящих задач региональной власти планирует комплекс мер. В частности, для расширения доступа предпринимателей к кредитным ресурсам рассматривается возможность докапитализации башкирской микрокредитной компании с нынешних 411 миллионов до полумиллиарда рублей. Реновация в Уфе начнется с Черниковки, микрорайона, где сегодня сосредоточено самое большое количество двухэтажек. Об этом телеканалу «Эрбокалфа» рассказали в Госкомитете по строительству и архитектуре. Первый пилотный проект запустят в начале 2019-го, кварталы переселенцев уже известны. Освободившуюся территорию отдадут застройщику под строительство коммерческого жилья. Как пояснили представители ведомства, финансовая модель определена, застройщик известен. Правда, подробности не раскрывают. При реализации первого этапа реновации учтут проблемы, возникшие при реализации программы в Москве. Людей переселят не в отдаленные районы, а в жилые комплексы, расположенные в непосредственной близости от места настоящего проживания. Мы подобрали несколько территорий. Это не самый центр, но это и не самые отдаленные территории. В этих кварталах есть уже существующая инфраструктура, есть школы, детские садики, есть предварительное понимание по инженерным сетям, несмотря на то, что мы понимаем, что нагрузки будут возрастать. Застройщики проявляют интерес, готовим правила игры, будем публично проводить обсуждения, понимать, проводить вопросы застройщиков, проводить вопросы граждан, и понимать, что в такой интерпретации закон будет работать. Планируем на 2019 год один пилотный проект, один квартал запустить и посмотреть, как у нас это получается. Застройщики проявляют интерес к реновации. Ожидается, что они начнут получать прибыль через 5-7 лет. Сейчас все в ожидании принятия федерального закона о реновации, который установит саму возможность запуска проекта и конкретные правила для всех сторон – жильцов, застройщиков и государства. На данный момент в Уфе порядка 500 двухэтажных домов. В первый этап реновации хрущевки не войдут. Заместителем мэра столицы республики назначен Аскад Хайрулин. В администрации Уфы он будет курировать вопросы строительства и архитектуры. Кроме того, руководителем управления капитального строительства стал Андрей Осипов. О новых назначениях руководитель администрации Уфы Ульфат Мустафин объявил на еженедельном оперативном совещании. Он пожелал новым руководителям успехов в работе. 54-летний Аскад Хайрулин до прихода в администрацию города работал генеральным директором Треста «Башкортостаннефтезаводстрои» и в целом имеет довольно большой опыт в строительной сфере. Андрей Осипов до прихода в мэрию возглавлял производственный отдел фонда жилищного строительства Башкортостана. Также сообщается, что экс-премьер-министр правительства Башкортостана Рустам Марданов с сегодняшнего дня занял пост начальника Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Об этом нам сообщили в пресс-службе регулятора. На этом пока все. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова